Завтрак с драконом. Киносценарий. Пролог. Кевни квадром инсепиас. Квод постпоэнтитет. Латинская поговорка. Не начинай того, в чем позже будешь раскаиваться. Пламя достигает почти неба. Горит большой современный деревянный дом. Две пожарные машины с расчетами работают оперативно, но сделать ничего не могут. В одной из комнат на горящей стене висит фотопортрет мужчины с веселыми глазами. Пламя охватывает рамку. Стекло лопается. Лицо обугливается и вспыхивает. Но на какую-то секунду кажется, что позитивное изображение переходит в негатив. Stead zue curs dies. Латинская поговорка. Каждому назначен свой день. Мысли Ивана. Когда все это началось, я очень хорошо запомнил тот день. Да и кто бы это смог забыть. Молодой человек невзрачной внешности, невысокий, в очках. Сидит за компьютером в большом офисном помещении. Рядом за столами с мониторами сидят его коллеги. Заходят в социальную сеть. Мысли Ивана. Сначала я учился на экономиста. Потом, не доучившись, пошел на юридический. Получил диплом. Но работу себе по специальности так и не нашел. Так вот и работал, если это можно было назвать работой. Менеджер по продажам. Продажи были нечастыми, поэтому больших денег у меня никогда не было. Но нет худа без добра. Была непыльная работа и куча времени. Убить его было одной из моих задач. Молодой человек ставит заголовок на своей социальной страничке. Статус. Мысли Ивана. Наш преподаватель по риторике латыни, старик Нострадамус, заставлял учить нас наизусть латинские поговорки. Мне тогда, молодому студенту, это безумно нравилось. И вот было их у меня в памяти. Ну, на каждый жизненный случай. Молодой человек бормочет про себя. Так, что бы мне поставить сегодня? Вот. Rat homo vera, q credit q es plesere. Латинская поговорка. Глубоко ошибается тот человек, который стремится нравиться всем. Мысли Ивана. Да, как мне это казалось тогда многозначительным и умным. Впрочем, вопрос был в том, сколько лайков поставят мне за него. И на какую очередную ступеньку поднимется моя страничка в общем зачете. Такая вот игра. Такая работа. Пока шоу успешно. Звонит мобильный телефон. Женский рыдающий голос. Иван, я в клинике. Срочно приезжай. У Дашки плохие анализы. Что? Как? Какие? Приезжай. Я там уже. Врач ждет нас через полчаса. Иван снимает очки. Встает из-за стола. Выходит из помещения. Потом возвращается. Выключает компьютер. Подходит к соседнему столику. Обращается к толстому парню. Сергей, прикрой. Я отъеду на пару часиков. Скажи, кормянам поехал. Если что. Ту тему мутить с выпрямителем. Парень, не отрывайся от монитора. Давай, не мешай. Я седьмой уровень прошел. Кабинет в медицинском учреждении. Иван с женой Ирой сидит перед врачом. Он разложил перед собой снимки, бумаги, кардиограммы. У Иры на глазах слезы. Иван пытается совладать с собой. Пытается говорить твердо. Но это плохо получается. Вы сказали, что лечение безнадежно. Это вопрос времени. Врач. Мне очень жаль говорить вам это. У нас небольшая клиника. Но наш диагноз, к сожалению, неутешителен. Ира, рыдая. Доктор. Что, скажите, что можно сделать? Я прошу вас, заливаясь со слезами. Врач. Для вас есть только один вариант. Скорейшие операции лечения в лучших клиниках Европы. Но. Стоимость операции, последующие реабилитации. Иван, волнуюсь. Сколько это может стоить? Хотя бы приблизительно. Врач. Операции вашей дочери около 100 тысяч. Дальнейший период, последующие лечения. Не меньше года двух. Еще 200 тысяч. Долларов, естественно. Это по самому минимуму. Извините. Иван старается не глядеть на жену. Они выходят из здания клиники. Мысли Ивана. Вот попадает человек в такую ситуацию. Его прежний мир рушится. Это точка отсчета. Вот была жизнь на нее. И вот надо как-то жить после нее. А как? Они садятся в старую Тойоту. Иван пытается завести двигатель. Рядом плача на взрыв сидит Ира. После пары попыток машина трогается с места. Неожиданно Ира перестает плакать и поворачивает голову к нему. Говорит сихим голосом. Иван, ты понял? Ты понял? Она умрет. Умрет. Тойота, петляя, выезжает из потока и становится на обочине. Homo pro point, ZDS dispoient. Латинская поговорка. Человек предполагает, а Бог располагает. Утро. Иван поднимается на лифте в свой офис. Рядом с ним идут его коллеги по работе. Все молчат. Один из них не выдерживает и говорит. Иван, крепись, подойди к Сергею. Мы там немного собрали. Мысли Ивана. И вот этот рубеж наступил. И человек живет совершенно новой жизнью. Все, что было ценным для него, до сих пор потеряло свою ценность. А что было незначимым или просто невидимым, перешло на передний план. Иван заходит в помещение. Это общий рабочий кабинет. Кругом стоит множество столов к мониторам. Иван, как в забытие, садится за свой стол. Включает компьютер, пытается работать. Подходит Сергей. Иван, мы тут немного, протягивает конверт. Знаешь, давай дадим объявление в нашу сеть под твой статус. Только счет надо сбегать открыть. Иван берет тоненький конверт. Щурис снимает очки. Сергей, спасибо тебе. И нашим всем. Как ты думаешь, к столому сходят сходить? Кредит или что-то еще? Сергей, конечно, дуй к нему. Он сейчас как раз один. Мысли Ивана. Человек еще пытается жить, как он жил прежде. Но новую жизнь после этой точки отсчета уже вовсю хозяйничает им. Иван стучит в дверь. Заходит. За столом в небольшом кабинете сидит крупный мужчина средних лет. С красным сердитым лицом. Это Костолом. Начальник отдела продаж. Шеф Ивана. Иван не сразу может перейти к делу. Здоровается. Спрашивает, не отвлекает ли. И, наконец, спрашивает. Александр Анатольевич, у меня тут нельзя никак кредит взять. Ваня. Ты сам должен доплачивать при такой работе. С армянами у тебя завал. Смирнова втюхал только два. Где твоя работа? Уже три месяца сидишь на голом окладе. А через пару недель летний период. Все. Можно и тебе загорать отправляться. А ты с кредитом чуть мягче. Я знаю о твоем горе. Спрашивало у начальства. Максимум, что мы можем дать, 500 долларов. За год отдашь. Вадим выходит из кабинета. Снимает очки. Щурится. Мысли Ивана. И вот человек понимает, что в этой новой жизни он один. Один. Никому он не нужен. Был и в той прошлой жизни. Но там это было не так понятно. Но сейчас это стало так ощутимо. Так больно. И человек потихоньку начинает меняться. Он становится другим человеком. Долором де слонга консамит. Латинская поговорка. Долгий день ослабляет боль. Квартира Ивана. Достаточно бедная обстановка. Иван сидит с Дашей и читает ей сказку. Сын Мельника пришел к чудовищу и попросил волшебный цветок. А чудище ему и говорит. Добудь мне серебряную сбрую, и получишь цветок. Сын. Иван видит, что Даша уснула. И аккуратно встает и уходит на кухню. Там тихо плачет Ира. Иван некоторое время сидит молча. Потом тихо говорит. Ира, на счет пополняется. Сегодня еще пришло. Ира, не отрывая рук от лица. Это не то. Так не получится. Мы не соберем. Это копейки. Даже если квартиру продадим. Ничего не получится. Иван возвращается в комнату. Садится в оборудованный уголок за маленький столик. Открывает ноутбук. Входит в социальную сеть. На его страничке светится баннер. Поможем спасти маленькую Дашу. Она улыбается ему с фотография. На счету уже новые цифры. 325 долларов. Иван входит на свой форум, посвященный Даше. Пишет очередную благодарность за поступление и участие. Пишет «Спасибо еще раз всем. Если бы можно, я бы продал душу». Иван закрывает ноутбук. Тушит свет. Анимум Дебера. Латинская поговорка. Задолжать душу. И вот, когда человек это начинает понимать, осознавать, новый мир начинает преподносить ему чудеса мысли Ивана. Иван на работе. Щурис смотрит на монитор. На счете 388. На личную почту пришло 23 сообщения. Неожиданно привлекает внимание сообщение. Готов приобрести вашу душу. Ваша цена. Ник «Зеленый дракон». Иван автоматически пишет. «Мне нужно 300 тысяч долларов. Спасибо за шутку». Иван встает из-за стола и идет к окну. К нему подходит Сергей. «Знаешь, твою Тойоту могут взять за 2500 долларов. Я договорился. Спасибо, Серый». Иван садится за стол. «Новые сообщения от этого шутника «Зеленого дракона». Я согласен». Иван отвечает. «Шутка приелась, больше не пишите мне». Ответ. «Взгляните на ваш счет». Иван смотрит на счет. «Что за чертовщина?» «20 388. Ошибка нет. Последняя отправка. 20 тысяч долларов США». Отправил «Зеленый дракон». Иван не знает, что ему написать. Пару раз набирает. «Спасибо». «Мы с женой будем признательны». И тут же стирает написанное. «Новые сообщения от дракона. Мы видели». Иван отвечает «Да». «Кто вы?» «Дракон». «Дракон». «Иван, спасибо». «Дракон. Благодарность неуместна. Это малый задаток. Хотите получать большой? Подписать контракт?» Иван долго думает. Щурится, снимает очки. Опять одевает. «Иван». «Какой контракт?» «Дракон». «Душу продаете?» «Иван». «Вы шутите?» «Дракон». «Нет». Иван откидывается в кресле. Смотрит по сторонам. Все увлечены своими мониторами. Цифра 20-400 мигает перед глазами. «Дракон». «Так продаете?» Иван чешет голову. Потирает раскрасневшееся лицо. «Иван». «Да». «Дракон». «Сегодня в 20.00. На Старой Березовской трассе есть заправка. Возле липок». «Иван». «Как я вас узнаю?» «Дракон». «Узнаете?» «Корную бос капитур. Войс легатор хома». Латинская поговорка. «Бока ловят за рога. А человека связывают с ловом». Мысли Ивана. «И вот я еду на своей старенькой Тойоте. Навстречу чему-то непонятному. Таинственному. Интересно, в тот момент я мог изменить это запланированное развитие событий? Свернуть на другую дорогу? Не подходить к телефону, интернету? По-моему, уже нет. В квартире плакала Ира. Лежала больная Даша. Я был обречен на эту встречу. Иван выезжает из города и едет по пустынному шоссе. Его догоняют колонны мотоциклистов-байкеров. Вся дорога темнеет от их кожаных курток и мотоциклов. Иван бормочет. «Да, да, сезон же открыли». Он сворачивает на придорожную заправку. Убеждается, что рядом деревня Липки. Хорошо, что на заправке никого нет. А может и плохо. А нет. Один из мотоциклистов заправляется. Сейчас встанет на ДБ и помчится догонять своих. Смотрит на часы. 19.58. Дорога пустынна. Девушка в кассе явно не дракон. Мотоциклист заканчивает заправку и подъезжает к выходу. Туда, где встал Иван. Иван рассматривает его. Огромный черный мотоцикл, да и сам хозяин-богатырь подстать своему зверю. Огромного роста, черная пластиковая защита делает его похожим на древнего рыцаря. Под фильтром шлема совсем не видно лица. Мотоциклист медленно поднимает правую руку в приветственном жесте. Иван тоже автоматически поднимает руку и вдруг отчетливо видит на черном топливном баке красивый рисунок. Китайский дракон извергает пламя. И сам дракон и пламя зеленого цвета. Мотоциклист делает жест рукой за мной и выезжает в заправки. Иван бросается в машину и вот они вдвоем едут по пустынной дороге. У мотоцикла огромный багажник и полное отсутствие номерного знака. Мотоциклист едет не быстро, но не особо заботясь об Иване. Наконец он притормаживает и сворачивает на проселочную дорогу, покрытую щебнем. Они проезжают в маленькую деревеньку, поднимая клубы пыли. Наконец черный мотоциклист останавливается. Они у входа в сельское кладбище. Мотоциклист ставит мотоцикл у ограды, спрыгивает с него. Жестом приглашает Ивана пройти за ним. Они проходят мимо заросших неухоженных могил. Подходят к могиле, за которой явно ухаживают. Большая площадка. Стоят скамеечки на памятнике. Силых Петр Григорьевич, 1957-2008 год. Дракон приглашает сесть. Из-под шлема голос звучит необычно и глухо. Как и положено, привел вас на кладбище. Ничего, что не полночь. Кажется, такие документы и кровью надо подписывать. Иван, вам виднее. Вы оригинальный человек. Я не понимаю всей вашей игры. Зачем я вам, дракон? Вот главный вопрос. Представьте себе, вы нужны. Звезды так сошлись. И указывают на вас. Иван. Иван, вы действительно послали мне 20 тысяч? Я проверял. Я могу их завтра вернуть. Я понимаю, вы просто пошутили. Это очень большая сумма для шуток. Но она мне бесполезна. Лечение дочки стоит намного больше. Дракон. Сумма не имеет никакого значения. Я попробую разочаровать вас. Это не шутка. И от того, что вы сейчас выберете, зависит ваша следующая жизнь. И смерть. Я думаю, это так. Продолжаем? Иван. Да. Дракон. Я навел у вас справки. Вы мне подходите. У вас феноменальная память. Говорят, вы знаете наизусть 500 латинских поговорок и изречений. Это правда? Продемонстрируйте, пожалуйста, что-нибудь подходящее к такому месту. Иван говорит по-латыни. Нон глангунт литио темпере фато зоя. Дракон переводит. Смерть, приходя в свое время, не трубит в сигнальный рог. Спасибо. Замечательно. Даже странно, что с такой памятью вы работаете простым клерком. Вы ленивый человек, Иван. Вам нужен стимул. Даже такой жестокий, как болезнь дочери. Иван, ошибаетесь. Мне такой стимул не нужен. Дракон. Хорошо. Значит, ваш стимул нужен мне. Иван. Извините, я хотел спросить. Вы не гей? Дракон. Нет. Но я гораздо хуже. Вы, так сказать, нужны мне целиком. Весь без остатка. И надолго. Иван. Что, не навсегда? Это радует. Дракон. Не навсегда. Хотя, не исключен вариант, что до самой вашей смерти. То, что я вам сейчас предложу, несколько необычно. С одной стороны, я буду вашим ведущим покровителем, если хотите деньги получить прямо сейчас, а не в мотоцикле. Еще 80 тысяч к тем 20. С другой стороны, полная неизвестность. И мои инструкции. Согласны? Иван задумывается. Какое-то время смотрит на могильный памятник. Иван. Не боитесь, что, получив деньги, я перестану выполнять ваши приказы? Дракон. Я навел справки. 100 тысяч только операции, начало лечения. Без последующих двух траншей по 100 тысяч ваша дочь обречена. Я только дал аванс, чтобы вы убедились, что я не шучу. Так что я этого не боюсь. Вот все ли у вас получится, даже если вы будете стараться? Вот в чем вопрос. Но необходимость творить чудеса. Попробуем поиграть в чудеса, Иван. Иван, попробуем. Дракон. Тогда слушайте первую инструкцию. Увольняйтесь с работы. Продавайте машину и квартиру. Оформляйте визы и билеты жене и дочке. Отправляйте их срочно в клинику. Для всех ваших знакомых вы уезжаете с ними. Вместе с деньгами я дам вам адрес клиники. Там уже готовы принять вашу жену и дочку. Дракон встает с лавочки. Иван встает вместе с ним. Они возвращаются ко входу кладбища. Темнеет. Они подходят к мотоциклу. Дракон открывает багажник и достает черный рюкзак. Перед тем, как дать его Ивану, протягивают ему правую руку в перчатке. Говорит. Итак, есть еще возможность отказаться. Иван протягивает свою руку навстречу перчатке. Я согласен. Они пожимают руки. Рука Ивана утопает в огромные перчатки дракона. Он вручает Ивану рюкзак и запрыгивает на мотоцикл. Оборачивается. Насчет инструкции моего покорительства не волнуйтесь. Я теперь всегда с вами. Я и мои люди. Шпионские фильмы смотрели? Пароль Дракон. Отзывы не требуются. Не прощаюсь. Дракон заводит мотоцикл и выезжает. Уже темнеет. Иван садится в машину, включает свет и открывает рюкзачок. В нем красочный буклет швейцарской клиники и пачки долларовых купюр. Иван со второго раза заводится и едет по проселочной дороге. Мысли Ивана. И так встреча состоялась. Стало ли мне легче тогда? Скорее всего, да. Хоть что-то стало проясняться. А самое главное, было понятно, что надо делать в этот момент времени. И это было сильным лекарством от той безнадежности, которая была все это последнее время. Lupu faiet se manum ne comiti. Латинская поговорка. Не клади руку, впасть в волку. Иван еле доезжает до той заправки, где они встретились с драконом. Он открывает капот и долго возится с двигателем. Машина стоит перед одиноким фонарем. Девушка-кассир закрыла свою будку. Заправка не работает. Ночь. Иван возится с проводами. Перемазался. Не замечает, что кто-то давно уже стоит рядом. Двое в черных куртках. Капюшон надвинутый на глаза. Один подходит ближе и хрипло говорит. Брателло, что случилось? Чем помочь? Иван вздрагивает от неожиданности. Тревожно смотрит на капюшоны. Отвечает миролюбиво. Спасибо, ребята. Все в порядке. Сейчас поеду. Капюшон. Ясен хрен поедешь. Деньги есть? Давай и поедешь. Иван делает шаг к водительской двери. Но ему пригождают путь. Второй капюшон открывает дверь машины. Достает рюкзак. Иван делает шаг навстречу. Получает резкий удар в живот. Иван кряхтит и садится на асфальт. Капюшон и не спеша удаляется в темноту. Иван на четвереньках оползет за ними. Пытается крикнуть, но не может. Неожиданно на заправку въезжает маленький красный внедорожник. Иван освещает фарами лежачего Ивана, разворачивается в сторону ходящих капюшонов. Иван привстает и видит в свете фар внедорожника потасовку. Коренастый человек с лысой головой громко и смачно наносит удары капюшоном. Один уже валяется, закрывая кровавленную голову. Второй пытается защищаться, но бритый, резкой серией тяжелых ударов сбивает его на землю. Пнув первого, подбирает рюкзак. Возвращается в машину. Подъезжает вплотную к Ивану. Легко спрыгивает на землю. Подходит к Ивану и протягивает рюкзак. Говорит, улыбаясь. Это кажется твое? Не теряй. Ошарашенный Иван берет рюкзак. Бритый легко запрыгивает в свой джип и уже из окна. Заводись. Или себя на буксир взять. Иван садится в Тойоту и с перепугу сразу заводится. Он хочет сказать спасибо и выйти из машины, но бритый из машины дает ему знак. Давай, мол, езжай быстрее отсюда. Иван выезжает с заправки и едет по направлению к городу. Сзади пристроился красный джип. Еду до самого города. Почти перед самым домом Иван от джипа отстает. Иван заходит домой. Постаревшись за последнюю неделю, Ира выходит его встречать. Спрашивает. Ты что так поздно? Что-то случилось? Иван весело. Случилось. И все теперь будет хорошо. Иван, Ира и Даша в аэропорту. Иван и Ира прощаются. Даша спрашивает у Ивана. Ты мне сказку читал? Чем там все кончается? Иван наклоняется к Даше. Сын Мельника добыл для чудища серебряную избрую. И тот отдал ему волшебный цветок. Даша, а чудище не съел и сына Мельника? Иван отрицательно качает головой. Пока нет. Иван выходит из здания аэропорта. Видит в толпе встречающих бритва. Иван хочет подойти к нему, но тот делает вид, что они не знакомы и сосредоточены изучают расписание. Иван уезжает на автобусе. Иван возвращается в пустую квартиру. Вглубь только пара матрасов. Ставит на кухне чайник. Открывает ноутбук. Читает новые сообщения. Зеленого дракона нет. Раздается звонок городского телефона. Иван бросается к трубке. Несколько разочарована. Леонид Петрович? Да-да. Можете завтра заселяться? Да. Утром в одиннадцать. Да, до встречи. Иван пьет чай. Смотрит на пару старых игрушек Даши. И ложится на матрас в углу комнаты. Засыпает. Просыпается от звонка дверь. На пороге бритый. В темных очках и сумкой в руках. Он снимает темные очки. Заходит в квартиру. Неожиданно широко улыбается и протягивает руку. Санек. Иван, еще не проснувшийся, без очков щурится и жмет Саньку руку. Иван, очень приятно. Я хотел вас побл... Санек перебивает его с гопниками. Ехал мимо, смеется. Совершенно случайно. Иван недоверчиво. Как же случайно? Я после той ночи постоянно вас возле себя вижу. Вы меня охраняете, да? Вам поручили? Санек. Слушай, давай на ты. Поручили, поручили. Твой зеленый друг получил. Поручил. Улыбается. Квартиру переоформил. Деньги получил. Иван. Да. Санек. Квартиру во сколько сдаешь? В 11.00. Иван уже не удивляет. Да. Завтра до 11.00. Свяжись со своими Швейцарией. Передай им, что уезжаешь по контракту. На север. Связь будет проблематичной. Может и полгода будешь отсутствовать. Иван. А через полгода? Санек. Не гони лошадей. Нам бы с неделями ближайшими разобраться. Дрондулет на ходу. Сразу после сдачи хаты садишься в машину и едешь в новый микроин Сухарева. Там еще адресов нету. Увидишь два больших желтых дома близнеца. Рядом третий. Струющийся. Встанешь там. К тебе подойдут. И вот что еще. Санек достает из сумки большой фотоаппарат со вспышкой. Говорит Иван. Очки одень. Иван одевает очки. Санек несколько раз фотографирует Ивана. Прощается и уходит. Иван долго пытается заснуть. Салтары от тебя аликуус. Латинская поговорка. Танцевать под чужую флейту. Иван останавливает Тойоту у строящегося здания. На площадке безлюдно. Пара сварщиков работают в проеме второго этажа. Иван выходит из машины. Оглядывается. Один из сварщиков не снимая маску появляется в окне первого этажа. И знаком приглашает Ивана зайти. Иван заходит в здание. Рабочий огромного роста в красной спецовке не открывая маску ведет его в помещение. Там горит свет. Стоят обшарпанный стол и два стула. Рабочие маски жестом приглашает присесть и садиться напротив сам. На стене очень олиповато нарисован зеленый дракон. Из комнаты ведет еще одна дверь. Рабочий видит, что Иван смотрит на стену. Сам рисовал? Плохо получилось. Не умел никогда. Иван. Неплохо. Я все сделал, что вы мне сказали. Что дальше? Дракон. Первый этап подходит к концу. Его можно назвать смерть. Тринадцатая карта Таро. И одновременно рождение. Обновление. Через пару минут вы станете совершенно другим человеком. Дракон достает большую сумку. Ставит ее на стол. Дракон. Здесь ваша новая жизнь. Документы, биография, привычки и дальнейшие действия. В ноутбуке стоит программа для оперативной связи со мной. Имя я вам оставил прежнее. А вот все остальное у вас изменилось. Теперь у вас нет родителей, жены, дочки, старых друзей. Вы для них тоже исчезаете. На какое это время. Иван. На полгода. А как же второй транш? Вдруг он раньше понадобится. Дракон. Мы присмотрим за вашими. Деньги тоже переведем. Следующие сто тысяч. Но по окончании второго этапа. Назовем его внедрение. Иван. Внедрение? Куда? Дракон. В ноутбуке все прочитаете. К тому же вас доставят на место. Давайте ключи от машины. Телефон и паспорт. Этап завершится выходом на кадровика. Тогда и встретимся. Иван. Там в машине сумка. Там фотографии в альбоме и ноутбуке. Все, что себе оставил от той жизни. Дракон. Не положено. Я все изымаю. Может быть когда-нибудь отдам. Кстати, вы не передумали? Еще можно. Даже прощу вам первый транш. Но тогда второго и третьего не получите. Это да. Ну? Иван. Не передумал. Иван кладет на стол ключи, телефоны, документы. Дракон их забирает. Достает из сумки спортивную куртку, кепку и темные очки. Дракон. Одевайте их вперед. В новый мир. Дракон показывает на вторую дверь. Иван надевает куртку, кепку и очки. Берет сумку и подходит к двери. Оборачивается. Хочет что-то сказать. Но передумав, шагает за дверь. В конце темного коридора виден свет. Иван быстрыми шагами идет к нему. Он выходит на пустунную площадку. На ней стоит знакомый красный джип. Пост фактум нулум консилиум. Латинская поговорка. После сделанного не нужен никакой совет. Мысли Ивана. И вот заново родившийся человек со старым именем едет в неизвестность. Вся его новая жизнь уместилась в этом компьютере и документах. Интересно. Очень интересно, кем я стал. Разведчик? Наемный убийца? Но самый главный вопрос теперь не дает мне покоя. Моя миссия. Таинственный кадровик. И тем не менее, с окончанием первого этапа и началом второго, в душе что-то успокоилось. Внедрение? Пусть будет внедрение, господин дракон. Иван и Санек едут в джипе по ночному шоссе. Иван держит на коленях открытый ноутбук и пытается что-то прочитать. Санек посматривает на него и не выдерживает. Не мучайся. Через пару часов будем в Москве. Отдохнешь, выспишься, научишь. Начнешь изучать. У тебя две недели. Потом будем выводить себя на кадровика. Иван, а он кто этот ваш кадровик? Санек широко улыбаясь. Теперь уже не наш, а твой. Изучишь. Там в твоем буке есть про него файлы. Иван тоже улыбаясь. Мы хоть американская разведка-то. Или хоть английская. Хотелось бы защищать демократические ценности. То, что вы не наши ФСБ игру, догадываюсь. Санек очень серьезно. Мы военно-морская монгольская разведка. Смеется. Цель фраватора Москвы-реки. Да и вообще, они нам за 500 лет дань задолжали. Иван уже не так весело. Лунолики монголы пьют карбидовые смолы. Санек. Ну, типа того. Анте валары каве кьюэм процессиум тупиная. Латинская поговорка. Не спеши летать, пока у тебя не вырастут крылья. Мысли Ивана. И вот вовсю идет подготовка. Днем и вечером. Дракон ставит задачи по интернету. Я занимаюсь английским. Мне наняты серьезные преподаватели по экономике, финансам и даже этикету. Иван занимается на курсах, сидит за компьютером, занимается английским с репетитором. Мысли Ивана. Может меня готовить президента США? Негр уже не был. Русского как раз не хватает. А если честно, я уже не помню, что я тогда чувствовал. Время летело. События люди мелькали, как в большом калейдес-топе. Иван занимается в спортзале с тренером по боксу. Учится в тире стрелять. Мысли Ивана. И вот наступило время моего появления в неком заколдованном царстве. Компания Argo. Поздняя осень. Сильный ветер гонит редкие желтые листья по городскому асфальту. Иван в теплой куртке с портфелем выходит из темного Мерседеса. Заходит в офис кадрового агентства. Ему предлагают раздеться, приглашают к директору. Иван в строгом деловом костюме заходит в кабинет. За столом сидит директор. Это приятная молодая женщина. Директор. Добрый день, Иван Леонидович. Могу вас поздравить. Ваше резюме органавтами было рассмотрено. Вы допущены к внутренним экзаменам и проверке. Иван. Добрый. Спасибо. Как считаете, на что сделать упор на первом свидании? К чему готовиться? Директор. Как вам я и говорила, вас будут рассматривать на должность заместителя начальника отдела развития. Должность очень серьезная. А вот насчет первой встречи развожу руками. Фирма достаточно закрытая. Набором людей руководит Куринович, кадровик Оргу. Вы помните? Я рассказывал о нем. Человек очень серьезный. Заставляет даже нас несколько раз проверять и тестировать кандидатов. Но мы очень надеемся, что у вас все получится. Встреча послезавтра. Вот тут дополнительно я подобрала вам еще несколько тем, на которые следует обратить внимание. Директор протягивает Ивану тонкую папку с файлами. Иван в свою очередь протягивает конверт. Огромное спасибо за подготовку. Вы меня здорово натаскали. Директор, это наша работа. А вам удачно сдать экзамены счастливого плавания. На Оргу. Иван дом. Иван дома. Это квартира-студия. На стене висит огромный панно с драконом. Иван сидит с чашкой в руке перед ноутбуком. Он читает компьютерный файл. На экране фото седого человека в очках. Куринович Олег Витальевич. Кадровик. 1960 года рождения. Бывший сотрудник аналитического отдела КГБ. С 1990 года работает в структурах Оргу. В поведении демонстрирует открытость и радушие. Но потом любит ловить человека на его ошибках. Особенное внимание в работе с ним следует обратить. Неожиданно вздается сигнал входящего сообщения. Иван нажимает клавишу. Дракон предлагает поговорить в аудиорежиме. Дракон. Приветствую. Послезавтра у вас встреча с кадровиком. Освободившаяся должность мне очень важна. Я выводил вас на нее почти три месяца. Максимально напрягитесь и постарайтесь ему приглянуться. На первой встрече делайте упор на вашем образовании и деловом опыте. Легенда проработана. Запросы по месту учебы работают будут положительными. Теперь слушайте внимательно. Запишите. На экзамене Куринович предложит следующие вопросы. Иван записывает. Над его головой на пану летящий дракон, развернув перепончатые крылья, огнем сжигает все вокруг. Мендаса меморем эза опортет. Латинская поговорка. Лжецу надо иметь хорошую память. Мысли Ивана. То, для чего я тренировался, учил и читал, запоминал последние три месяца, наступило. Да, я здорово волновался тогда. Сильнее, чем на любом другом экзамене в моей жизни. На кону же нет Даши. И, возможно, моя с Ирой. Я очень постараюсь. Очень. Иван на Мерседесе въезжает на охраняемую парковку. Что-то говорит охраннику. Шлагбаум приподнимается, и вот Иван прямо перед огромным административным зданием. Огромные буквы арго и логотип на крыше здания. Иван проходит в просторный холл здания. Охранник спрашивает его документы, просит подождать и связывается с начальством. Иван садится в мягкое кресло и изучает логотип фирмы. Это стилизованная греческая терьера с пятью человечками на борту, плывущая по волнам. К креслу подходит невысокий, полнеющий человек в очках. Это Куринович. Они приветствуют друг друга, и Куринович ведет его к лифту. Они поднимаются на второй этаж, заходит в просторную комнату для переговоров. Куринович предлагает Ивану сесть, протягивает ему несколько листов бумаги. Внимательно смотрит на Ивана из-под очков. Куринович, здесь наши тесты, задачи на логику, экономические задачи. У вас будет около часа. Я могу вам принести воду, если хотите. Иван, нет, нет, не утруждайте себя. Я могу начинать, Куринович. Извольте, ваше время пошло. Какое-то время Куринович сидит, внимательно смотрит на Ивана. Потом извиняется и покидает комнату. Мысли Ивана. Замечательно. Задачи и тесты почти в точь-в-точь соответствуют драконовским и тем, что мне дали в кадром агентстве. Так, этот вопрос я и сам бы ответил. На этот предупрежден. Этот тоже готов. В комнату входит Куринович. Время вышло. Он забирает листки. Бегло пробегает по ним глазами. Несколько удивленно смотрит на Ивана. Куринович, большое спасибо. О результатах вас известят в течение трех дней. Куринович провожает Ивана до выхода. Они прощаются. Судя по всему, тесты я прошел. Мои дипломы и трудовую они изучили еще раньше. Что же остается? Проверка службы безопасности, о которой говорил дракон. И все. Довольно легко. Стоило ли готовиться целых три месяца. Или дракон ждал освобождения именно этой должности. При его неограниченных возможностях это перестраховка. По-моему сюда при его поддержке и медведей с цирка можно было устроить. Но я уже тогда научился ничему не удивляться. Как сейчас мои? Что с ними? Иван сидит у себя в квартире за компьютером. Пытается связаться с драконом, чтобы рассказать ему о результатах встречи. Дракон молчит. Иван выходит из дома. Уже довольно темно. Иван прогуливается вдоль своего дома. Неожиданно рядом притормаживает микроавтобус. Распахивается широкая раздвижная дверь. И чьи-то руки втягивают Ивана внутрь. В темноте Иван ничего не видит. Попытка сопротивления ничего не дает. На Ивана глубоко натягивают плотную вязаную шапку. На руки надевают наручники. Забирают мобильный телефон. Все вопросы Ивана о том, кто это и что от него надо, остаются без ответа. Через полчаса микроавтобус останавливается. Двое помогает Ивану вылезти из автобуса. Это подземный гараж какого-то здания. Его долго ведут по каким-то коридорам. Наконец он попадает в тускло освещенную комнату. Его сажают на стул. Перед ним садится человек. Человек говорит приятным вкратчивым голосом. Здравствуйте. Не буду долго рассказывать о наших технологиях. Могу только сказать, что мы вас вычислили. Вас и тех, кто вас к нам подослал. Вы о нас еще ничего не знаете. И мы могли бы расстаться с вами полюбовно. Но будет заслан другой агент. Третий. Поэтому мы вам предлагаем сотрудничество. Чтобы ваша мотивация была сильной, могу уточнить. При отказе домой вы уже не вернетесь. Мы ликвидируем вас прямо здесь. Утилизируем труп. Вас никто и никогда не найдет. Если же вы сейчас назовете нам цель, и того, кто вас к нам послал, мы будем сотрудничать с вами длительное время. Спрячем вас от ваших прежних хозяев. Заплатим серьезную сумму денег. Решайте. Я готов подождать. Минут 20. Мысли Ивана. Ну вот, начались чудеса. И в сказочном лесу. Если это проверка дракона, то ничего. А если служба безопасности аргонавтов, то я, похоже, попал. Но где мог быть прокол? Пока дракон делал все виртуозно и продуманно. Но прокололся? Да, но дракон не прокололся в моей мотивации. Жизнь Даши у него в руках. Если я назову его, а кого его? Дракона? Мотоциклиста? Сварщика? Файлов в переписи не существует. Файлов подготовки дракон уничтожает дистанционно. Умный парень этот дракон. И этим мне не поверят. В лучшем случае попытают и утилизируют. Как этот, сидящий напротив, говорит. И свой выбор, похоже, сделал я тогда, на кладбище. Попробуем идти до конца. Может, мне это зачтется, а, господин дракон? Иван, я не знаю, кто вы. И вы меня точно с кем-то перепутали. Сегодня я устраивался на работу в одно довольно почтенное заведение. Мне предлагается весьма достойная должность. Я экономист, не разведчик, не бандит. Я один. Если хотите, я откажусь от этой должности. Я что-то кому-то дорогу перешел. Я ничего не понимаю. Отпустите меня. Мысли Ивана. Пока мне не открывают глаза и живой. Так меня учили на занятиях по городскому выживанию. Дракон, похоже, старался предусмотреть и это. Он говорил мне что-то о проверке службы безопасности ОРГО. Но чтобы так же жестко, и все же мой шанс только один. Все отрицать. Даже если у нас произошла какая-то ошибка, пусть думают, что это их ошибка. Они же тоже могут ошибиться. Отрицать до последнего. Человек. Подумайте, зачем вам лишаться жизни из-за каких-то чужих игр. Мы и так знаем, кто вас к нам послал. И так у вас еще минута. Иван слышит, как передергивается затвор пистолета. Мысли Ивана. Ну вот и все. Игра закончилась для меня. Я пешка. Меня съели. Дракон, возможно, еще с ними поиграет в свои странные игры. А вот позаботится ли он о моих? Раздается второй голос. Заляпаем все здесь, как в тот раз. Давай его за город увезем. Ивана поднимают чьи-то руки. Он опять идет по коридору. Его сажают в автобус. Едут. Вкратчивый голос. Мы сейчас едем за город. Ближайшую лесополосу. У вас последний шанс. Согласитесь нам все рассказать и бегите на все четыре стороны. Ну, Иван с волнением. Вы ошиблись. Я Кулешов Иван Леонидович. Москвич. Живу по адресу. Петровский проезд 304. Квартира 45. Я могу вам дать ключи. Голос. Хорошо, давайте ключи. Где они? В квартире кто-нибудь есть, Иван? На грудном кармане куртки. С брелком от машины. Без от квартиры. Там никого нет. Проверяйте, пожалуйста. Ключи у него забирают. Через какое-то время машина останавливается. Иван сидит и вспоминает, как они втроем Даши и Ервионы ездили прошлым летом купаться за город. В воспоминании Ивана он рушает открытие двери. Кто-то залезает в автобус. Раздается вкратчивый голос. Ладно, похоже, мы действительно ошиблись. Идите гуляйте. Но если вы пойдете в полицию или еще кому-то расскажете, уже не ошибемся. Иван с нескрываемой радостью. Нет никому никогда. Голос. Шапочку снимите до счета в доста. И пусть она у вас останется на память. Ему засовывают ключи и телефоны в карман. Снимают наручники, выталкивают из автобуса. Иван, честно считая доста, и снимает шапочку. Он в сквере, напротив своего дома. Иван заходит домой. Его квартиру обыскивали, не стесняясь. Это видно по открытым ящичкам и валяющимся книгам и журналам. Ноутбук стоит включенным. Иван устало, не снимая куртки, садится в кресло. Выкладывает на стол ключи и телефон. Неожиданно со стороны коридора раздается взлук. В скважине замка входной двери проворачивается ключ. В комнату заходит неизвестный человек с узким лицом и длинным носом. Это домовой. Он ничего не говоря подходит к столу, берет мобильный телефон Ивана. Крутит его в руках, снимает крышку, одевает опять, кладет обратно на стол. Та же, как Иван, не раздеваясь, садится напротив, улыбаясь, говорит. Доброй ночи. Иван стараясь улыбаться. Доброй ночи. Быстро же вы дубликат смастерили. Домовой. Он у меня всегда был. Я пронаблюдал, как работали эти ребята. Закладок они не оставили. Ноутбук просто посмотрели. Вы у нас под наблюдением. Иван достался с квартирой в первый же день. Считайте меня своим домовым, улыбается. Раньше я не проявлялся, не было повода. Теперь вот объявился, что вам лучше спалось. Вы вступаете во владение органавтом. Надо быть готовым ко всему. Иван. О нечто подобном я догадывался. Камера в драконе, в глазах, домовой. Зачем вам все знать? Живите, работайте спокойно. А то, что вас похитили, это замечательно. Значит, положительно проходите проверку. На такие должности всегда провокации устраивают. Беспроигрышный вариант. Разоблачитесь, доложат руководству. Нет, сделают вид, что ошиблись. Дешево, сердито и безотказно. Ключи менять не будем. Если они сделали дубликаты, то еще раз к вам придут. И мы на них еще раз посмотрим. Теперь подробно опишите, что с вами было у них дракону. Он уже ждет. Домовой уходит. Иван снимает куртку и садится к ноутбоку. Квод нон видит окулюс. Корн он долет. Латинская поговорка. Чего не видит глаз, о том сердце не печалится. Где-то за городом. Осенний лес. Иван в камуфлированном костюме. В руках держит маску и пентбольное ружье. Маркер. Рядом стоят его товарищи по команде. Они красные. На рукавах красные повязки. Инструктор дает последнее наставление. Сигнал. Игра началась. Задача красных в лесной зоне обнаружить и уничтожить группу синих. Иван в маске с маркером быстро перебегает от одного дерева к другому. Рядом его товарищи ведут бой. Один за одним они выходят из игры. Один из синих как бы заманивает Ивана вглубь леса. Иван видит, что они вышли за границу игровой зоны. И пытается быстрее догнать и поразить синего. Но неожиданно синий заходит сзади и кладет руку на плечо Ивану. Иван оборачивается. Перед ним стоит огромного роста синий. Синий начинает говорить. Иван с первого слова узнает голос дракона. Дракон. Приветствую вас. Вот решил тоже размяться. Это хорошо, что вы ходите на такие тренировки. В жизни все может пригодиться. Иван, добрый день. Я стараюсь точно следовать вашим рекомендациям. Вы рекомендовали, я хожу. Это очень опасно для меня, не следовать вашим советам. Дракон и Иван идут по небольшой тропинке. Выходят на проселочную дорогу. Дракон. Думаю, что вы недалеки от истины. Итак, у меня для вас приятная новость. Вы прошли конкурс Арго. Небольшое испытание, устроенное службой безопасности. И по моим данным, завтра получите приглашение на работу. Иван, второй этап закончился? Дракон. Понимаю, о чем вы говорите. Да, вы внедрены. Я встретился с вами, чтобы спросить, намерены ли вы переходить к третьему заключительному этапу. Готовы? Иван, да. Дракон. Как вы догадались, я веду с Арго экономическую войну. У меня много информации, но нет человека внутри, способного эту информацию воплотить в некоторые действия. То, что я вам сейчас предложу, будет приблизительно выглядеть как использование вашей оболочки моего мозга. Скажу и цель. Мне нужно, чтобы вы сделали карьеру в Арго. Стали одним из главных аргонавтов. Конец этапа, ваше членство в правлении Арго. В конце этапа я поручу вам некоторую миссию. Ну, скажем, добыть мне их золотую руно. Вы добудете это руно, и наше отношение можно будет свернуть. Я отпущу вас. Теперь о более приятном. Второй транш поступил на счет вашей семьи в клинику. Дракон и Иван подходят к стоящему на дороге внедорожнику. Дракон открывает дверь, достает ноутбук. Включает его. Настраивает и деликатно отходит в сторону. На экране Ира вместе с Дашей. Ира говорит спасибо Ивану за перечисленные деньги. Операция прошла успешно. Даша поправляется. Спрашивает, как здоровье Ивана, и когда он приедет за ними. Иван отвечает, что очень занят. Много работы. Но они непременно увидятся в конце лечения. Они прощаются. Дракон подходит, закрывает ноутбук. Иван, спасибо вам. Дракон. Я выполняю свои обязательства. Вы ваши. Вы ни слова не сказали обо мне, когда вас похитили. Прошли проверку. У нас с обоих большой шанс благополучно закончить последний этап. Итак, мне золотое руно. Вам возвращение в семью. Призы достойные. Дракон уезжает. Иван возвращается на базу пентболистов. Идет небольшой снег. Иван подъезжает к офису Арго. Заходит в свой кабинет. Мысли Ивана. Дракон держит свое слово. Все задачи, которые мне ставятся, он как будто знает наперед. Все его предложения, которые он выдает за мои, гениальны. Если все пойдет такими же темпами, он выведет меня на руно уже до этого лета. Да вот беда. Я не ощущаю себя собой. Я лишь оболочка. Внутри меня поселился он. Таинственный дракон. Он взял мою душу, как и обещал. Звонит внутренний телефон. Ивана приглашают на совещание начальников отделов. Иван выходит из кабинета. Проходит сквозь длинный холл с сотрудниками. Заходит в большую совещательную комнату. На стене установлен большой экран. За огромным овальным столом размещаются начальники службы отделов. Присутствует все руководство ОРГО. Это четыре человека. Рядом с Иваном садится начальник службы безопасности Кныш. Светловолосый начинающий полнеть человек. За сорок с кратчевым голосом. Он здоровается с Иваном. Совещание началось. Первым горит председатель Лузгин Владимир Николаевич. Неопределенного возраста с седоватыми волосами. Совещание посвящено экономической войне. С Бургбанком и другими подразделениями холдинга и Бер. ОРГО постоянно отвоевывает рынки и территории. Но до полной победы еще далеко. Каждый высказывается. Встает и Иван. Дракон накануне дал ему очень ценный материал по Бургу. Иван предлагает очень смелое решение. Поглощение клиентов и банка в целом. Будет использована информация Ивана. Дракона. Перерыв. К Ивану подходит члены правления и предлагают продолжить совещание в уменьшенном формате. Остаются они Иван и Кныш. При поддержке Кныш Ивану поручают операцию по поглощению активов Бурга. Иван и Кныш в кабинете Ивана. Иван. Нужно просто на какое-то время заблокировать Бург. Нужна неделя-две, не больше. Кныш. Как заблокировать? Окружить, никого не выпускать, не впускать. Кныш улыбается своей тяжелой улыбкой. Иван. В правлении Бурга шесть человек. Шесть вице-президентов. Все они начальники управления банка. У каждого из них право подписи документов. Больше ни у кого. Если этих шестерых нам умудриться как-то изолировать от остального мира всего на две недели, тогда денежные потоки, которые они пускают через прибалтийские банки и фирмы, остановятся. В этот момент, который мы контролируем, предлагаем основным клиентам Бурга наши условия. С компенсацией их расходов. На Бурге полный коллапс. Ставят кризис на управляющего. Вся клиентура отзывает свои деньги. Бург банкрот навсегда. Мы же получаем денежные потоки Бурга. В быстротечность такой ситуации Бер вмешаться не успевает. К тому же Бург достаточно независим от Ибера. Это скорее партнера. Мы просто нахально забираем кошелек Ибера. Кныш, как у вас все просто? А какие-нибудь мысли по изоляции правления Бурга имеются? Я что-то слабо представляю себе эту операцию. Подскажите. Иван, подскажу. Сразу после новогодних каникул. В старый Новый год они соберутся все в одном месте. Это будет загородный дом в одном из подмосковных сел. Там их будет очень легко взять. Охраны не будет. Так, может быть у кого-то бествольник. Не больше. Кныш. Я всегда вам удивлялся с первого дня. Ваша информация, откуда она? Как вы ее добываете? Кто вам ее доставляет? В этом случае вам придется объясниться. Слишком большие ставки. Иван, извольте. В Таунбурге работает моя очень хорошая знакомая. Она здорово пострадала. Эти свиньи всем правлением изнасиловали ее. Как раз на прошлый старый Новый год. Они припугнули ее. Стали периодически использовать ее как девочку для клиентов. Она говорит желанием отомстить. В этот праздник она подготовится. Откроет вашим людям двери. У вас есть опыт похищения? Слепо-быцем смотрит на Кныша. Кныш, о чем вы говорите? Улыбается. Это же чистая уголовщина. Какой будет адрес? Правление Арго, Кныша и Иван в совещательной комнате. Смотрит на большой плазменной панели последние новости. Директор. Таинственное исчезновение правления Бургбанка спровоцировало вкладчиков банка на отзыв своих вкладов. Возле банка возникают стихийные митинги и пикеты. Полиция пока не может дать убедительные комментарии. По одной из версий, все шесть банкиров стали жертвой заранее запланированного похищения с целью выкупа. Лузген оглядывает присутствующих. Внимательно смотрит на Кныша и Ивана. Спрашивают у Ивана. Что клиенты? Уходят к нам? Иван. Да. Почти все согласились. Да и выхода нет. Наша логистика сходна с буржуйской. К тому же Бург уже банкрот. Даже если правление выйдет завтра. Лузген. Думаю, еще пару недель их не надо никому видеть. Обращаясь к Кнышу. А что они расскажут, когда выйдут? Кныш. Все две недели какие-то люди в масках с кавказским акцентом требуют деньги взамен освобождения. Письма с предложением выкупа попали к оставшимся учредителям и родственникам. А так все в порядке. В подвале гаража тепло. Еду и воду дают периодически. Через неделю отвезут в лес. Скажут, что кто-то перечислил деньги и отпустят. Лузген встает, обращаясь к вам. Если ваши расчеты точны, то мы получим значительный прирост наших активов. Но самое главное, мы выбили у Беры их денежные средства. Вы замечательно поработали. Я думаю, что в ближайшее время мы будем отмечать вашу очередную высокую должность. Правление Кныш уходит. Иван на какое-то время смотрит на экран. Юпу спилу мотат нон нентен. Латинская поговорка. Волк меняет шкуру, но остается прежним. Мысли Ивана. Высокая должность. Неужели третий этап подходит к концу? Скоро я увижу Иру с Дашей. Вернусь к прошлой жизни. А смогу ли я жить по-прежнему? Без дракона. Да, он меня здорово изменил, воспитал под себя. Но стоит ли сейчас мечтать об этом? Похоже, большая игра дракона только начинается. Иван сидит в своем новом кабинете. Но значительно больше и солиднее предыдущего. К Ивану периодически заходят сотрудники фирмы. Звонит служебный телефон. Ивана приглашают подняться в совещательную комнату управления. Ивана встречает начальник секретариата, солидная дама в очках. Провожает его до комнаты. Иван заходит. Это большая комната с большим овальным столом из черного дерева в центре. Возле одной стены на постаменте стоит большой макет древнегреческого корабля с парусом. Это арго. На другой стене по подсветке висит позолоченная шкура с бараньей головой. Золотое руно. Над руно висят пять фотопортретов. Акционеров. И пятый портрет незнакомого Ивана мужчину с веселыми глазами. За столом сидят четверо. Лузгин и другие члены правления. Приветствия. Ивана просит сесть за стол. Лузгин встает и торжественно говорит. Ваши последние операции с элит-сервис и Глобал Плюс и особенно с Бургбанком позволяют нам не просто повысить вас должности, назначивших начальником экономического управления, но и предложить вам стать одним из нас. Ваши премиальные от этих операций, а также ваш депозит позволяют нам предложить вам стать акционером ЗАО «Арго» на 5%. Иван также встает из-за стола. Лузгин вручает ему документы. Лузгин, мы рассчитываем, что ваше участие как начальника управления акционера пронесут нашему аргу новую идею, технологию и, конечно, новый капитал. Присутствующие члены правления хлопают. Иван приглашает по такому случаю всех в ресторан. Согласовывает время и место. Солидный московский ресторан. Зал для вип-персон. Оргонавты с женами и некоторые наиболее значимые сотрудники празднуют повышение Ивана. На входе стоят охранники. Иван ударит шлем древнегреческого оргонавта. Иван одевает его на голову. Перерыв. Подвыпивший Иван, не сняв шлема в сопровождении охранников, спускается в туалет ресторана. Неожиданно он сталкивается нос к носу Сергеем, своим товарищем по прошлой работе. Он пришел из общего зала. Сергей изумлен. Пытается что-то сказать Ивану, но тот делает вид, что не узнает его. Охранники отводят Сергея в сторону. Он пытается что-то объяснить. Его отпускают. Охранник передает информацию. Появляется к ныше. Он дает распоряжение. С этого момента Сергея ведут. Иван делает вид, что сильно пьяный, держа шлем в руке, возвращается за праздничный стол. К Ивану подсаживается Куринович. Куринович, поздравляю вам, Леонидович. За каких-то полгода такой карьерный взлет. Иван, но не без вашей заслуги, Олег Витальевич. Вы меня рассмотрели, приняли на работу. Наверняка долго проверяли. Не так ли? Куринович, до вас все в порядке. Скажу вам по секрету, улыбается. Я получил за вас большую премию от руководства. Так что и вам спасибо. Вообще, вы очень похожи на одного из бывших акционеров Артема. Не внешне, конечно, а своим напором и умением. Я немного слышал от него. Иван, я немного слышал про него. Он, кажется, умер. Куринович, да, погиб почти два года назад. Ну да ладно, сегодня не такой день, чтобы о грустном говорить. Еще раз поздравляю. Куринович уходит. Иван неожиданно чувствует на себе чей-то взгляд. На Ивана, улыбаясь, внимательно смотрит к ныж. Он за соседним столиком. Они оба приподнимают бокалы в знак воздушного тоста. Иван в сопровождении охранника возвращается к себе домой. У двери он отпускает охрану и заходит в квартиру. Устал, раздевается, включают ноутбук. Мысли Ивана. Ну вот я и органавт. Даже шлем подарили. Где поздравление от самого главного, дракона? Когда уже он меня выведет на золотое руно? И что будет потом? Вполне возможно, что и ликвидация. Хотя дракон человек с богатым воображением. Просто убийство на него не похоже. Стоп. Не думать об этом. Раздается сигнал сообщения. Дракон поздравляет Ивана и желает ему спокойной ночи. Иван ложится спать. Ему снится сон. Иван, Сыра и Даша едут на озеро на старой Тойоте. Раскладывают на траве покрывало и еду напитки. Даша куда-то исчезает. Иван, Сыра и долго ищет ее. Ира плачет. Неожиданно Даша выходит из воды. Иван спрашивает, где она была. Даша отвечает, что чудище дало и это. И что-то протягивает Ивану в своем кулачке. Ручка разжимается. И вдруг что-то сжатое там расправляется до чего-то блестящего и сверкающего. Это золотое руно. Иван просыпается. Утро. Летним утром Иван в окружении охранников приезжает к офису Арго. Поднимается к себе в кабинет. Мысли Ивана. С того момента, как я стал акционером Арго, прошло уже 4 месяца. Дракон пичкает меня идеями и невероятными разработками. Мой авторитет упрочился. Но не мои нервы. Я жду конца этапа. Конца всей этой невероятной истории. А Дракон не спешит. Пару раз устраивал телесвязь с моими. Осталось только сводить меня в кафе «Элефант», как Штирлица. Я здорово устал. И больше всего устал от неопределенности. Звонит служебный телефон. Ивана приглашает в совещательную комнату управления. Иван заходит в зал аргонавтов. Лузгин рассказывает Ивану о системе безопасности при перечислении денежных средств. Они знают только акционеры. И теперь и он, Иван. Даже к ныж не имеет к ней доступа. Это необходимо при какой-то экстремальной ситуации. Нападении, арестов счетов или обыски. Идет война с иберейцами. Возможно, все. Поэтому и создана система моментальной концентрации перевода основных денежных средств аргона за граничные счета одного западного банка. Система называется РУНО. Управление счетом можно осуществить только он, Лузгин. Но есть вариант без личного управления. Ясон, который разрабатывал на случай болезни ареста или длительного отсутствия Лузгина. Это цифровой код. У каждого акционера есть своя комбинация цифр. При сложении всех цифр по порядку старшинства в один ряд получается искомый код. При отправке этого кода в банк любой получит возможность перевода этой суммы на любые указанные счета. Поэтому и создана такая сложная, но надежная система. Ивану в конверте вручаются его комбинации цифр и флешка дистанционного управления с банком. Лузгин рекомендует запомнить цифру, а флешку хранить в надежном месте, но только не на работе и не дома. Иван у себя дома. Связывается с драконом. Иван пишет ему о системе РУНО и о коде Ясон. Дракон поздравляет Ивана с выходом на РУНО. Флешку и свой код он должен отдать домовому. И путь ждет. Ждать, по словам дракона, осталось совсем немного. Финиус коронат опус. Латинская поговорка. Конец венчает дело. Мысли Ивана. Прошло всего две недели. Я хорошо запомнил это солнечное летнее утро. Обычное рабочее утро. Необычный день и совсем невероятный вечер. К офису ОРГО приезжает множество машин и микроавтобусов. В сопровождении милицейского спецназа в здание входит группа людей в штатском. Ордер на выемку документов, арест счетов и арест руководства ОРГО. По коридорам и кабинетам офиса разбегается спецназ. Гасится свет. Персонал сгоняется в коридоры. В помещениях опечатываются и снимаются компьютеры, документы, телефоны. В кабинете Ивана хозяйничают люди в штатском. Ему предлагают пройти вниз к машине. На ходу он видит, как машина сажает Кулешова, Лузгина и других акционеров. Небритый Иван просыпается в помещении следственного изолятора. Его вызывают на допрос. В помещении находится следователь, знакомый Ивану. Адвокат ОРГО. Следователь. На предыдущей встрече вы дали показания, что я являетесь начальником управления и акционером ОРГО только с этого года. Кем вы были до этого? Иван. До этого я был начальником отдела и заместителем начальника отдела. Следователь. Когда вы начали работать в ОРГО? Иван. В октябре прошлого года. Следователь. Как вы попали в ОРГО? Были ли раньше знакомы с учредителями, акционерами или сотрудниками ОРГО? Иван. Устраивался через кадровое агентство КРУГ. До этого ни с кем из ОРГО знаком не был. Следователь. Обладаете ли вы какой-либо информацией о предыдущем периоде работы ОРГО? Иван. Нет. Занимался экономическим развитием компании. Историю ОРГО знаю недостаточно хорошо. Следователь. Имеется ли у вас информация о дополнительных счетах, офшорах или каких-либо финансовых инструментах, неофициальных дочерних фирмах ОРГО? Иван. Нет. Таких сведений не имею. Следователь что-то пишет. Показывает адвокату. Тот утвердительно кивает. Следователь протягивает Ивану протокол допроса. Прочитайте. Вот здесь напишите. С моих слов записано верно. И распишитесь. Здесь подписка о неразглашении. Вот здесь распишитесь еще. Это подписка о невыезде. Вам изменена мера пресечения. Находитесь в городе. Если мы не сможем с вами связаться в течение суток по мобильному телефону или не найдем вас дома или на работе, будете объявлены в розыск со всеми вытекающими. Иван и адвокат прощаются со следователем. Ивану в дежурной части отдают паспорт, права, ключи, деньги и мобильный телефон. Иван с адвокатом выходят на улицу и садятся в машину адвоката. Адвокат, вам привет от Владимира Николаевича. Иван, спасибо, где он? Где остальные? Кныш. Адвокаты, выпущены только вы. Благодаря моими стараниями тем, что вы органахт молодой, а их интересуют прошлые периоды. Кто-то очень информативно издал вас. У них огромный пласт информации. Поступивший из неустановленного мной источника. Дело чрезвычайно серьезное. Насколько я понял, все движение по вашим счетам заблокировано. Но основной массы средств они не нашли. Сработала ваша система безопасности. Теперь передаю вам слово в слово, что сказал мне Лузгин. Адвокат достает какие-то листки из бардачка машины. Система ровно полностью сработала. Но на адвокаты и другие расходы необходимо списывать деньги. Обеспечьте вариант ЯСО. Снимите первый транш в размере 300 тысяч долларов. Мой код первый. 45731. Теперь вам информация от следующих акционеров. Второй 98.036. Третий 37.546. Четвертый 37.542. Вы меня поняли? Иван, да, все понял. Иван берет листочки с кодами цифры, прячет их в нагрудный карман. Он просит адвоката отвезти его домой. Адвокат останавливает машину прямо возле подъезда дома Ивана. Они прощаются. Адвокат уезжает. Иван заходит в подъезд. Следом за ним из запаркованных машин выходят люди и идут следом. Иван очень быстро бегает по лестнице к себе в квартиру. Закрывает за собой дверь. Он подходит к окну и смотрит на улицы. Там явно дежурит несколько машин. Иван быстро открывает ноутбук и связывается с драконом. Он вышел из изолятора. Система Рону сработала. У него все коды Ясона. Дракон говорит, что сейчас они встретятся. Панно с драконом на стене медленно открывается в сторону. За ним небольшое отверстие. Вполне достаточное, чтобы пролез человек. Оттуда выглядывает домовой и жестом подзывает Ивана. Показывает рукой на ноутбук и показывает знак рукой. Залезай ко мне. Иван берет ноутбук, подходит к шкафу, забирает оттуда деньги и, встав коленями на стол, залезает в нишу. Панно медленно закрывается. Иван с ноутбуком под мышкой спрыгивает на пол. Он попадает в большую комнату, увешанную проводами и мониторами. На них видна вся квартира Ивана, входная и подъездная двери. Возле них стоят какие-то люди. Домовой забирает у него ноутбук и показывает на дверь. Иван заходит в другую комнату. Там стоит небольшой журнальный столик. На нем открытый ноутбук. Возле столика стоят два удобных кресла. На одном из них сидит крупный человек в маске Гая Фокса. Он приглашает Ивана присесть напротив. Это дракон. Он вставляет флешку в компьютер. На экране загорается программа удаленного клиента. Предлагается набрать двадцати пятизначный код. Дракон. С удовольствием продолжу нашу беседу лицом к лицу. Или лицом к маске, так точнее. Итак, давайте дополнительные коды. Иван протягивает дракону четыре бумажки. Дракон не спеша раскладывает коды в одну линию и набирает его на клавиатуре. Программа принимает код. Дракон видит цифру. Двадцать восемь миллионов долларов. Он достает несколько листов из портфеля и вводит счета получателей. Через какое-то время программа оповещает, что все деньги со счета списаны и ушли по назначению. Дракон. Отлично. Надо отдать Арганавтам должное. Руно собрало большой куш, не подверженный ни арестам, ни изъятию. Но одного они не предусмотрели. Арганавт превращается в троянского коня. У нас сейчас не так много времени. Вам и мне надо уходить. Третий этап завершен. Давайте совершим обмен. Я возвращаю вам вашу предыдущую жизнь. Душу, так сказать. Она мне больше не нужна. Вы мне вашу оболочку. Кулешов исчезает. Дракон достает из портфеля старые документы Ивана и какие-то бумаги. Иван протягивает ему документы на Кулешовой и мобильный телефон. Дракон. Здесь документы о том, что он на счет вашей семьи поступил в третий транс денежной суммы. Вот вам ваш старый паспорт. В нем уже открыта виза. Билет на вечерний рейс уже заказан. 50 тысяч долларов премиальными на вашей карточке. Поживите в свое удовольствие. Возле клиники очень приятный городок с великолепным озером. Вашей дочке еще нужен год реабилитации. Да, и вам самому сюда возвращаться спешить не следует. Контракт завершен. Вашу руку. Дракон протягивает Ивану руку в белой кожаной перчатке. Иван жмет ее. Заходит домовой, переодетый рабочим, заляпанной краской. Иван тоже переодевается в рабочий робу. Он кладет документы в рабочий металлический чемоданчик. И они с домовым покидают квартиру. По пути домовой что-то рассказывает о жмоте заказчики. У подъезда их ждет грузовой фургон. Они садятся внутрь. Фургон трогается с места. В машине Иван переодевается в обычный костюм, предложенный домовым. Фургон останавливается. Гулы аэропорта. Иван выходит из фургона. Водительская дверь открывается. На землю спрыгивает Санек. Он улыбается Ивану своей широкой улыбкой. Санек, пойдем провожу. Я тебе билеты заказал. Иван прощается с домовым. И они вдовем с Саньком входят в здание аэропорта. Финис коронат опус. Латинская поговорка. Конец венчает дело. Мысли Ивана. И вот я уже год без дракона. Он выполнил все условия контракта и вернул меня к Ире и Даши. Ничем не напоминает о себе. Я уже стал думать, что эта история всего лишь сказка, рассказанная Даши на ночь. Изредка ловлю себя на мысли, что хотел бы с ним еще раз встретиться. Просто поговорить. Мне кажется, он знает об этой жизни то, чего не знаю я. И никогда не узнаю. Поздняя осень в Альпийских горах. Красивое горное озеро. Иван, Ира и чуть позрослевшая Даша гуляют вдоль берега. Навстречу им идут немногочисленные больные клиники. Какой-то очень высокий больной в больших темных очках садится возле Даши и достает из кармана игрушку. Даша счастливая и бежит показывать ее родителям. Иван видит маленького красивого зеленого динозавра и вздрагивает. Он просит Даши и Юра продолжить путь в клинику и подходит к человеку. Под очками видны следы сильного ожога. Больной протягивает Ивану руку, также со следами сильного ожога. Это дракон. Дракон, не пугайтесь. Наш контракт закончен. Я здесь на лечение. У нас есть время. Я хотел вам кое-что рассказать. Погуляем немного. Иван с драконом идут вдоль берега. На озере несколько яхт с белоснежными парусами. Дракон. Вы были год моей шахматной фигурой. Пешкой, а потом и ферзем. Вы когда-нибудь вернетесь в Россию. Узнаете, что крупный холдин Аргу был разгромлен. Четверо аргонавтов сели на крупные сроки. А Лузгенар, добавив, убили в камере еще до суда. И не хотел бы, чтобы у вас остался садок вины. Хочу рассказать небольшую историю. Жили-были когда-то пять друзей. Любили заниматься парусным спортом. И была у них даже своя небольшая яхтенка под белым парусом. Дракон останавливается и какое-то время смотрит на яхты. Затем продолжает. И вот наступило время перемен. Лихие и прекрасные девяностые. Друзья организовали фирму. И называли ей Арго. И даже логотип у них был. С белоснежным парусом. И желания у них были белые и чистые. Чем они только не занимались. И кроссовками торговали. И одежду шили. И даже свиней выращивали. Не получилось бы у них ничего. И были бы они до сих пор друзьями. Но на их беду, один из них, назовем его Дракон, оказался способным парнем. Успел кое-что вложить в недвижимость. Кое-что в какое-то производство. И расцвел наш Арго. Начались сытые нулевые. Огромный офис, секретарши, дорогие автомобили. Хорошая, сытая, в общем-то, жизнь. Но там, где появляются деньги, особенно большие деньги, дружба заканчивается. Друзья еще какое-то время пытались дружить. Но уже дал трещину наш Арго. Налетел на рифы. Ясон особенно Дракона не взлюбил. Они оба лидеры были. Те оставшиеся трое так ведомо. И раскололся Аргон прямо пополам. Война началась. Ясон с двумя, Дракон с одним. До стрельбы, конечно, не дошло. Только вот однажды приехал к Дракону его товарищ. В армию вместе служили. Дракон к тому времени развелся и один жил в дачном поселке. Выпили они и спать улеглись. Товарищ на первом этаже, Дракон на втором. Пожар ночью сильный начался. Дракон сумел из горящего дома вниз спрыгнуть. Но обгорел здорово. Руки на лицо. Когда выпрыгивал, заметил машину знакомую. Уезжала ясона машина. Приехали пожарные, медики, милиция. Документы Дракона в машине были. Он, теряя сознание, попросил их принести оттуда. Очнулся уже в больнице. В бинтах весь. Узнал, что товарищ его сгорел. Почти полностью. Обугленный скелет остался. Но приняли его товарищи. За самого Дракона. А когда Дракон к машине послал, то документы из машины не драконовские принесли. И принимают Дракона за этого армейского друга. Времени подумать у Дракона много было. И решил он пока не открываться. И даже показания давал под чужой фамилией. Под этими бинтами и чужой фамилией так жить и остался. Зато открылось ему много интересного. Доль его поделили. Друг акционер предал его. И к Ясону переметнулся. Но самое главное. Не давал Дракону успокоиться тот пожар. Там машина Ясона поблизости. Сначала Дракон решил просто открыться и обвинить Ясона. Но понял, что доказательств у него нет. И справиться с четырьмя у одного уже сил не хватит. Работал у него на фирме человек, который обязан ему здорово был. Фамилию запамятовал. Короткая такая. Иван Кныш. Дракон. Может и Кныш. И вот через него узнал, что действительно Ясон поджег дом. Но самый страшный не один. Трое других ему помогали. Сначала решил Дракон их просто убить. Особенно Ясона. Но вдруг понял, что не сможет. Да и садиться в тюрьму ему не хотелось. Кому он будет нужен потом? Обгоревший зэк. Без денег. Связей. А так у Дракона не все деньги в Арго были вложены. Решил он такую же однотипную компанию создать. И назвал ее в противовес Арго. Ибера. Помните, куда Аргонавта за руном плыли? В Древнюю Иберию. Через подставных лиц и сам по паспорту товарища стал Дракон свой бизнес возрождать. Да так хорошо дела у него пошли, что со временем Ибера ничуть не беднее Арго стала. Товарища своего армейского Дракон тайной своей могиле выкопал и перезахоронил. Он же не виноват, зачем ему под джиевой фамилией лежать. Был тот дружок тоже одиноким. Никто его особо не искал. Да и бинты на лице здорово помогали. Так вот, Дракон под чужой фамилией остался. Но на новом могиле друга поклялся Дракон отомстить. А месть ведь блюдо холодное, не так ли? Вот я вас и пригласил на этот холодный завтрак. Кстати, встретились мы с вами в первый раз. Как раз на той могиле. Иван с Драконом уходят все дальше от берега. Эпилок. Иван с Ирой и Дашей стоят возле большого рекламного щита на территории клиники. На ней изображен красивый зеленый Дракон. Иван переводит латинскую надпись под изображением этого Дракона для Даши. Это называется слогом, Даша. И вот эти дети от этого Дракона перечислили детям, таким как ты, много-много денежек. Чтобы такие девочки, как ты, могли здесь лечиться. Даша, а разве чудища бывают добрыми? Помнишь в той сказке про сына Мельника? Он бы загрыз его, если бы тот не принес ему серебряную сбору. Не отдал бы волшебный цветок. Иван устал, улыбаясь. Сын Мельника получил свой волшебный цветок. Немного задумывается над чем-то. Но чудище попросил остаться с ним. Оно оказалось добрым чудищем. И сын Мельника согласился. Сын Мельника согласился.